Я прежде всего хочу сказать, что я очень рад быть здесь вновь. Для меня это праздник, я, так сказать, возвращаюсь, я знаю, что мы встречаемся. И прежде всего хочу сказать, что эту встречу мы традиционно посвящаем памяти Моше Бет-Сара, отца Ариэля и его сестры Рины, его матери, по-моему, Лида и ее сестры Света. Сколько лет прошло, что папа ушел? 11 лет. Итак, папа ушел 11 лет назад. И я просто хочу упомянуть, поскольку встреча посвящена его памяти, что Моше Бет-Сара, это человек, который отличался огромным умом, закончил школу с золотой медалью, стал специалистом, потом стал главой еврейской общины Самарканда и посвящал все свое время своей общине. Своей общине и своей семье. Он любил свою семью, доверял своим детям. И воспитывался особой тонкостью своего сына Ариэля, который сказал мне, что папа ему доверял и пускал его, но смотрел как бы из-за угла, да, то есть смотрел, все ли в порядке. И вот 18-летний мальчик, юноша Ариэль приехал сюда сначала один, сегодня его семья здесь. Поэтому посвящаем эту встречу сегодняшнюю памяти отца и мужа. И я сейчас буду говорить в каком-то смысле, может быть, о удивительной, огромной, уникальной важности иметь любящего отца. Вы спросите, почему это важно. И в каком-то смысле я хочу заострить проблему и поговорить на тему, которая мне кажется, в каком-то смысле, может быть, вы знаете, самое-самое важное. Вот если бы я был отцом, который должен был сказать своей дочери или своему сыну что-то одно и поговорить с ним о чем-то одном, то я думаю, что я говорил бы сейчас именно об этом. Если мы хотим оставить нашим детям, нашим ученикам что-то одно, у нас нет возможности и, так сказать, лакшери, давать много уроков, писать много статей. Нам нужно было бы сказать, что-то одно самое важное в жизни вообще. В каком-то смысле я немножко волнуюсь, или, может быть, очень волнуюсь, потому что те несколько слов, с которыми я хочу поделиться с вами сегодня, они кажутся мне самой основой и самой сутью Торы, еврейства. Иногда из-за деревьев не видно леса. Понятно, что это значит? Иногда из-за деревьев, из-за многочисленных заповедей, многочисленных законов, многочисленных традиций, иногда мы не видим чего-то одного и самого главного. И поэтому мы будем с вами говорить о чем-то сегодня одном, и мне кажется, что это одно самое-самое важное. Надеюсь, что с вашей помощью, ваших сердец, мы найдем не только общий язык, а мы будем друг другу помогать, потому что я постараюсь передать тебе несколько слов, которыми я пришел, и я буду, конечно, ввести с вами диалог, как внутренний, так и открыт, я буду задавать вам вопросы. И вот, когда я хотел заострить этот вопрос, заострить нашу сегодняшнюю тему, я хочу поделиться тем, что у меня есть дочь, которая занимается детьми. Что значит детьми? Она психолог, которая работает с тяжелыми детьми. Она работает с тяжелыми детьми в школе, в школе для тяжелых детей из еврейских семей. И она работает со взрослыми, которые оставили Тору, и которые попали, скажем так, в тиски зависимости, алкогольной, наркотической. И они собираются вместе, в организации, которая называется Living Room в Бруклине, для того, чтобы остаться собра, для того, чтобы остаться, как сказать, живыми, по сути. Потому что люди погибают от этого. И они собираются для того, чтобы поддержать друг друга. Она организует их вместе, проводит им групповую терапию, помогает им, так сказать, спасти свою жизнь. И она говорит, что очень часто на этих программах помощи людям они используют принципы программы, которые называются Alcoholic Anonymous, анонимный алкоголик. И там очень интересная идея, заключающаяся в том, что человек должен, прежде всего, признать, что он бессилен побороть этот недуг. Это болезнь. Он ее не бессилен побороть сам. Как только он признает, что он бессилен это сделать, все, что он должен сделать, он должен признать, что есть сила выше, чем он, выше его, которую он называет High Power, или God as we know him. И после этого обратиться к этой силе с просьбой, мольбой о спасении, о помощи. Это начало этой программы. Это первые три шага. Потом есть другие шаги. Проанализировать свои поступки, просить прощения, простить, помогать другим. Казалось бы, люди, которые ушли от Торы и от Бога и пришли к разбитому корыту, к тому, что их жизнь находится в опасности. И вот они приходят сегодня и Гоим на этих программах, не обязательно Ливенгрум, но в других программах, говорят с ними о Боге. Казалось бы, должно было помочь им вернуться к Богу. Нет? Так происходит? Может быть. Но в большинстве случаев, или скажем так, в некоторых случаях, давайте скажем так, в некоторых случаях, люди, которые даже начинают обращаться к Богу, каким мы его знаем, называя его high power или чем-то еще, начинают ли они соблюдать заповеди? Возвращаются ли они к Торе? Возвращаются ли они к еврейской жизни? Возвращаются ли они к еврейской общине, еврейскому народу или еврейскому Богу? И если нет, то почему? И она работает с этим каждый день. И она говорит что-то, что очень мне кажется важно услышать этих людей. Они говорят, мы открыли для себя Бога здесь, в этой программе «Алкоголик Ананимис». «Алкоголик Ананимис». Но это Бог любящий. Мы такого Бога никогда не знали в наших семьях, в наших домах, в наших школах. Мы никогда не думали о таком Боге. И нам Бог представлялся Богом наказывающим или Богом гневным. Мы Его боимся, мы Его боялись. Мы чувствовали вину и страх, но не любовь. Каким представляется наш еврейский Бог вам? Спрашиваю я вас. Богом любящим или Богом наказывающим? Насколько важен этот вопрос? Поэтому, если и есть один из самых главных вопросов в жизни, я должен вам сказать, это этот, потому что от этого вопроса зависит, может быть, гораздо больше, чем мы можем даже себе представить. Я постараюсь объяснить. Мы находимся в очень важный период времени. у нас буквально вчера закончилась 9-я ава, день разрушения храма. И очень скоро, когда в следующее воскресенье, у нас будет день 15-я ава. Как эти дни связаны? 9-я ава это день разрушения храма, когда Всевышний показал свой гнев к нашему народу. С другой стороны, это день, который был вызван главный причина разрушения храма второго римлянами, когда евреи, казалось бы, уже соблюдали все заповеди и казалось бы, все должно было быть в порядке, Тору изучали. Но главным недостатком было, кто мне поможет? Еще раз, беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть. Интересно, что если 9-я ава, вчерашний день, это день, посвященный тому, как преодолеть беспричинную ненависть, но по сути, это день ненависти в этом смысле, то 15-я ава называется также днем любви. От ненависти до любви. Поэтому наша задача сегодня сделать этот шаг от ненависти до любви. Теперь, мудрецы говорят, что в каждом поколении, в котором не был построен храм, если бы он только стоял, то он был бы разрушен. Почему? Потому что те же самые причины, которые были тогда для разрушения храма, они существуют и сегодня. И когда мы говорим с вами о том, что существуют те же причины, то мы имеем в виду беспричинную ненависть. Есть ли у нас беспричинная ненависть? При этом, наверное, если мы спросим, болеет ли еврейский народ беспричинной ненавистью, то, наверное, нашлись бы люди, которые сказали, посмотрите, что творится в Кнессете, посмотрите, что творится в каких-то разных еврейских организациях, в которых разные фракции борются друг с другом и не могут никак договориться, это как в времена осады Иерусалима римлянами, когда евреи вместо того, чтобы бороться с римлянами, продолжали бороться и убивать друг друга, проливать кровь. В этом смысле кажется, что все повторяется. Но проблема-то в том, что мы видим беспричинную ненависть у них в Израиле или у них в каких-то организациях, или, может быть, мы видим беспричинную ненависть где-то, может быть, даже в наших семьях, когда испытываем ее по отношению к себе от того или другого человека и думаем, этот человек, а, он ненавидит меня, или тот человек, он ненавистник. Но только лишь я не уверен, что есть люди смелые достаточно, чтобы сказать, что нам нужно исправлять беспричинную ненависть не там и здесь, а ее нужно исправлять в себе. Поэтому мудрецы говорят, многие люди стремятся изменить мир, при этом не изменяя себя. А мы говорим, что если мы хотим изменить мир, то мы сначала и в первую очередь должны изменить себя. И изменяя себя, мы можем изменить свою семью, свою общину, свою организацию и весь мир. Но начинать мы должны с того, что мы должны изменить себя. Теперь, в чем сложность изменения себя, исправления себя в области беспричинной ненависти? А сложность в том, что мы ее прежде всего не видим или не признаем, что она есть. Точно так же, как алкоголик, простите, я уже привожу этот же пример, он не может излечиться до тех пор, пока он не признает, что есть проблема. И потому особо опасна проблема, которая не признается. Поэтому в каком-то смысле первый, может быть, даже самый важный шаг, который мы можем сделать, это задать вопрос, а есть ли ее, прийти к любви, надо сначала ее найти, ее осознать, еще может быть важнее ее прочувствовать, и тогда ее победить. Поэтому я хочу обратиться к одному месту в Торе, которое мы все читали с вами в этот прошедший шаббат, который в каком-то смысле открывает нам глаза на саму природу этой ненависти. Когда речь идет о разрушении храма 9-го ава, мы понимаем, что это тот же самый день, в котором был разрушен не только 2-й Иерусалимский храм, не только 1-й Иерусалимский храм, но в этот же самый день евреи, которые должны были войти в страну Израиля, направили разведчиков, эти разведчики вернулись 40 дней спустя, и это был 9-й ава, и эти разведчики сказали, о, эта страна и народ, который там живет, это сильный народ, мы не сможем его победить, и люди, которые там живут, они умирают, туда опасно заходить, это страна, пожирающая жителей своих, и народ заплакал в ту ночь, и Всевышний сказал ему, плачь по-напрасному, а будете плакать на самом деле, это плач, и это происходит в книге Бамидбар в пустыне, и когда мы спрашиваем себя, в чем же причина этого события, которое становится днем, плача на века, по сути, это причина разрушения первого и второго храма, падения Байтара, испанской инквизиции, все другие трагедии нашей истории, они из-за этого дня, в чем причина, нам кажется, из-за того, что разведчики пришли, и они сказали дебат хаарец, они произнесли злословие, дурной язык на страну Израиля, и по сути, на Всевышнего, но интересно, что когда Моисей пересказывает эту историю в последней пятой книге пятикнижья дворим в самом начале, то он почему-то говорит немножко другое, обратите внимание, точно так же, как мы могли бы спросить, а почему есть люди, которые говорят дурное, почему они говорят плохо о людях, почему они отрицательно говорят что-то о Израиле, или вообще негативные люди, в чем здесь дело, в чем причина, Моисей эту причину нам вскрывает, когда он пересказывает ту же самую историю, он говорит ее по-другому, и что он говорит, я цитирую по-русски, чтобы нам было проще, он говорит, вы, евреи, взроптали, жаловались в своих шатрах, почему в своих шатрах, да потому что вы не говорили это открыто, условно говоря, на площади, в пустыне, каждый заходил себе в свой шатер, своим другом, своей семьей, и говорил, и что же вы говорили, вы говорили, это из-за ненависти Бога к нам вывел он нас из страны египетской, чтобы передать в руки врагов и мореев на истребление, слышали об этом? Это из-за ненависти Бога к нам, мы никогда не слышали об этом, только подумайте, это народ, который был в рабстве, детей, которых убивали, это народ, который изнывал от страданий, взывал Всевышнему, чтобы их спасли, их вывели из Египта, великие чудеса, 10 казней египетских развержения, море, манна небесная в пустыне, вода, и вот первое испытание, и то не испытание, испытание perception из реалити, им это показалось, испытание Всевышнего, который разверг моря, он развергнет все проблемы, которые к ним будут стоять, и он ведет их в Израиль, победит всех врагов, но им показалось, нет, мы не сможем, и потому, почему же он нас привел сюда, это на погибель, это из-за ненависти к нам, Бог нас ненавидит, первая мысль, которая пришла им в голову, Бог нас ненавидит, почему? Естественно, что Раши, когда комментирует Тору, то он мимо этих слов не может пройти, потому что, естественно, они кричат, с чего вдруг евреи должны были сказать, что Бог нас ненавидит, интересный, между прочим, момент, это они тогда в пустыне так говорили, или Моисей обращается не только к евреям тогда в пустыне, а обращается к евреям во всех поколениях, и каждому из нас индивидуально и говорит нам, проверь-ка себя, а у тебя у самого нет этого чувства, Бог меня ненавидит, на первый взгляд, почему вдруг? Я когда с ребятами разговаривал, например, один говорит, я не понимаю, как это можно сказать? Не понимаешь? Окей, давай посмотрим Раши, и Раша говорит такую вещь, цитирую Рашу, в действительности, на самом деле, Всевышний любил их, а вы, евреи, питали к нему ненависть, то есть вы ненавидели его, что учат отсюда Раши? На самом деле, Всевышний еврейский народ, конечно же, любил, это факт, это самый главный факт, который нам нужно знать, если есть какая-то одна важная самая идея, которую мы должны передать своим детям, это она, Всевышний вас любит, вы помните, почему Моисей не вошел в стану Израиля? Кто-то мне напомнит? Из-за чего Моисей не вошел в стану Израиля? Правильно, потому что, но Всевышний сказал взять посох, в чем же было дело? Бо, говорит Рамбам, потому что Моисей разгневался, что же объясняет Рамбам? Да потому что Моисей учитель для них был проводником божественной воли, он для них показывает им, как к ним относится Всевышний, увидев прогневавшегося Моисея, они подумали, что на них гневается Бог, ого, это самое страшное, а Бог на самом деле их любил, говорит Рамбам, в каком-то смысле, я просто хочу напомнить, некоторых людей восприятие иудаизма, как я говорю, у некоторых, у всех нас, те, которые получали еврейскую традицию от своего отца, от своей матери в своем доме, то, как к ним относились родители, уважение к отцу, уважение к матери, уважение ко Всевышнему сливается, представление еврейской традиции передается от отношения в доме, ребенок приходит в Ешиву, он маленький, он не понимает, что Рэбе это только человек, Рэбе может разозлиться, Рэбе может, но на самом деле Рэбе не должен разозлиться, он может дисциплинировать, но огромная ответственность у взрослых перед детьми, то, что мы хотим того или нет, мы передаем отношения небес, какое у нас восприятие божественного, по сути, зависит от родителей и учителей, так вот, они сказали тогда, Бог нас ненавидит, из-за этого он привел нас сюда, а Раша говорит, на самом деле, цитирует он слова Талмуда, на самом-то деле, это в Сифри сказано, в книге собраний слов мудрецов Талмуда, на самом деле Всевышний их любил, но из того, что они сказали, Всевышний нас ненавидит, мы понимаем, что на самом деле ненависть ко Всевышнему питали они, как, говорит Раша, приводя доказательства, как ты думаешь о любящем тебя человеке, так, по-твоему, он думает о тебе. Я объясню эти слова. На самом деле, это выражение, оно, по сути, основано на словах царя Соломона мудрейшего из людей, в притчах Соломона, когда он сказал, что сердце одного человека чувствует по отношению к сердцу другого человека то же, что лицо к своему отражению. Что он сказал? Неужели царь Соломон сказал, что если я улыбаюсь человеку, то как будто я улыбаюсь зеркалу, и потому зеркало будет улыбаться мне. Это понимает каждый из нас, и для этого не надо быть царем Соломоном. Но то, что на самом деле сказал царь Соломон, он сказал, что если ты хочешь понять, что думает о тебе человек, ведь чужая душа, его сердце для нас потемки, мы же не знаем, а ты загляни не в его сердце, а в свое сердце. А что ты думаешь о нем? Потому что на самом деле ваши чувства, они отражают друг друга. Это очевидная на самом деле мысль, но здесь Раша ее развивает еще больше. И он говорит о том, что сегодня мы назвали бы словом проекция. Что такое проекция? Если я ненавижу человека, и пусть даже этот человек меня любит на самом деле, но я проецирую свои чувства на него, потому что для меня этот человек является никем иным, как просто зеркалом. Другой человек для меня это зеркало, точно так же, как весь мир для меня это зеркало. В каком-то смысле для меня и мое отношение со Всевышним тоже это зеркало. Так вот, если я вижу другого человека, я этого человека ненавижу. Что я думаю о нем? Он ненавидит меня. Даже тогда, когда на самом деле он меня любит. но в моем представлении он ненавидит меня. Это мой perception, это мое представление, потому что на самом деле он является моим зеркалом. Хочу привести вам, можно сказать, доказательства из слов Баальшемтова, который читал Мишну, одну из книг Талмуда, в Негоем и говорит там мудрец, Адам Роэ Негиэс. Человек видит раны. Речь идет о Коэне, который мог видеть раны людей, которые приходили в храм, и он мог им говорить, вы остаетесь чистыми, или вы становитесь нечистыми. Человек видит раны хуц минагиот отцмо, кроме ран своих. Поэтому мы читаем таким образом, что человек может смотреть, Коэн, священник, может смотреть раны, диагностировать их, кроме ран своих. Кстати, почему нет? Почему он не должен смотреть на свои раны? Если он решает вопрос, вставать этому человеку в городе или уходить, уходить ему из лагеря Израиля или нет, то получается, что у него есть некая нагия, что означает тоже личная заинтересованность, раны, личная заинтересованность. Он не может решать вопросы, в которых он лично принимает участие, но что судья будет выносить на суде решения относительно себя самого, потому что он необъективен. Или, если у нас есть врачи или медицинские работники, может ли врач диагностировать себя? Лучше, чтобы его диагностировал другой. Поэтому, в принципе, простое понимание здесь, поскольку человек слишком близок к себе, то он может смотреть на других людей, потому что себя-то он не видит, себя-то он не видит. С другой стороны, большим, то говорить, но в других людях, когда он указывает им на их недостатки, в других людях он видит себя. Потому что мы понимаем продолжение того, что здесь сказано, ведь слово худс можно перевести не только как кроме, а те, кто знают еще на иврите, худс означает, те, кто учили в Сайной Академии особенно, худс означает вне, молодец, молодец, рэбэ был хороший тогда, худс означает также, худс означает также вне, поэтому он говорит, давайте прочитаем эти слова Талмуда по-другому. Человек видит раны вне, человек видит недостатки внешние, которые на самом деле являются его собственными недостатками, говорит Большимтов, читает так слова Талмуда, так можно прочитать слова Талмуда, когда человек видит недостатки и кричит на другого человека, на кого на самом деле он кричит? на себя. Когда он указывает, о, я вижу, как это безобразно, чью, так сказать, чье безобразие на самом деле он верит, свое. Я был совершенно потрясен тем, что в Шаббес, я совершенно случайно открыл книгу, которая лежала у меня на 10 лет, которая была посвящена, чисто совершенно не еврейская книга вообще на эту тему. Ну вот, просто открыл книгу, она меня заинтересовала, и прямо черным по белому, это вопрос о психологии и преодолении всяких зависимостей, прямо там было написано о том, что человек должен понимать, что это его чойс. Если он видит недостатки в других, то на самом деле, как в зеркале, он видит их в самом себе. При этом сказано в этой книге, сказано в наших книгах, это одна из самых сложных для восприятия мыслей, потому что люди обычно начинают задавать вопросы, как это так, что же мне никогда не видеть недостаток, что мне не быть реалистом, что я не должен видеть плохого, как это может быть, и что каждый раз, когда вижу плохое, я вижу плохое в себе, как это может быть. Это тема отдельного разговора, и мы с радостью как-то отдельно, может быть, мы встретимся и поговорим. Да, человек должен быть реалист, да, он должен понимать, с кем он умеет дело, да, Рабисольд Салантер говорил, что первая заповедь до всех других, нулевая заповедь до всех других, не быть дураком, я не призываю никого быть дураком, но при этом понимать, что если что-то нас раздражает, волнует, и мы гневаемся, видя чей-то другой недостаток, то зачастую это наша проекция на этого человека, именно это нас больше всего волнует в этом человеке. Теперь, мало того, что когда мы видим другого человека, на самом деле мы видим самого себя, не только в жизни по отношению к людям есть люди positive and negative, положительные и отрицательные, или негативные, тоже даже по отношению к событиям в жизни, есть люди, которые видят ситуацию и говорят, о, у меня есть проблема, а есть люди, которые говорят, о, это челлендж, я могу здесь проявить свои силы, а другие говорят, о, it's opportunity, чем больше тьмы, тем больше света, чем труднее, тем будет больше благословения, можно взять одну и ту же ситуацию и совершенно по-другому ее видеть, один смотрит и видит стакан наполовину пустым, а другой видит в этом же самом стакане, что он наполовину полный, и в этом заключается наш главный выбор в жизни, поэтому, когда Рашик продолжает комментировать и говорит, он говорит, что означает Всевышний вывел нас из Египта, чтобы мы здесь, в этой стране погибли, почему? Да потому что, говорит Рашик, вы только посмотрите, ведь Египет, это страна, в которой была эта река Нил, в которой на самом деле все, там, понимаешь, разливалось по порядку, там, плановое хозяйство, пятилетка, у всех квартира, квартира, правильно, там, это что, там, паек, сдача, там все было в Советском Союзе, рабстве, все было бедно, никто не беспокоился, не надо было там, понимаете, что-то делать не особенное, да, там, ответственность ни за что не нужно было брать, сладки, лепешки, фараоны, там все было хорошо, и куда же нас ведет страну, потому что все зависит от дождя, все зависит от погоды, а кто знает, какая там погода будет еще, да? То есть они видели ситуацию, в которой одни сказали бы, вы помните, что когда Всевышний изгоняет, Всевышний изгоняет Адама из рая, он изгоняет также и змея, и змея он проклинает и говорит, ты будешь есть землю, а Адаму говорит, ты будешь в поте лица есть свой хлеб, спрашивают мудрецы, так кто был больше наказан? Земля, она всюду, ее можно всегда есть, объясняют мудрецы, Всевышний сказал змею, я тебе дам все, чтобы заткнуть тебе рот, чтобы просто ты не обращался ко мне, потому что если у тебя чего-то не будет, и ты будешь в чем-то нуждаться, ты можешь броситься ко мне и постараться установить со мной отношения, вы знаете, есть такая броха, после того, что мы пьем воду, мы говорим, Всевышний сотворил души и что еще? И то, что им нужно для того, чтобы они просили и были близки ко мне, поэтому на самом деле Всевышний вел евреев в святую землю, потому что только в святой земле у евреев могло проявиться их духовное начало, и они могли обратиться к небесам, развиться духовно, то есть Всевышний вел евреев в эту землю во имя их самих, потому что это святая земля, евреи посмотрели на это и сказали, а, наполовину пустой стакан, когда разведчики пришли в Израиль, то ведь было чудо, их могли тут же поймать, тут же арестовать, а вместо этого они ходили по всей стране Израиля 40 дней, и куда бы они ни приходили, там были похороны, потому что куда бы они ни приходили, там были новые люди, никто обращал на них внимание, эти незнакомцы, здесь много людей с разных мест пришло, поэтому их никто не схватил, вместо того, чтобы увидеть в том, что они куда бы ни шли, там были похороны, увидеть в этом чудо Всевышнего, которое их спасает и защищает, они взяли это же самое чудо и сказали, а, куда бы они пришли, там были похороны, это земля плохая, в этой земле люди умирают, давайте не идти туда, то есть в каком-то смысле человек видит ситуацию и на самом деле на эту ситуацию проецирует самого себя и свои чувства, человек может идти в дождливую погоду, если у него на душе светло, то он может сказать, нет лучше, чем дождливой погоды, нет лучше дождя, ему приятно и радостно, другому человеку может быть больно, будет светить солнце, и эта погода будет ему отвратительна, точно так же и в жизни, в любой ситуации человек проецирует самого себя на эту ситуацию, и потому мы из этого Раши, мы с вами все, что делаем сегодня, учим только один комментарий Раши, но из этого комментария Раши я хотел бы, чтобы мы вынесли с вами два урока, два урока, когда будете отсюда уходить, то задайте себе, так сказать, вопрос, два урока, есть у нас один урок и второй урок, два урока, итак урок первый, который мы из этого Раши извлекаем, что несмотря на то, что люди эти сказали, из-за ненависти Бога к нам, Он вывел нас из страны египетской и привел нас в это место на уничтожение, и Раши пишет о том, что на самом деле не Бог ненавидел их, Бог их любил, это они ненавидели Бога, но я спрошу вас, а кто-то из них бы сказал ртом своим, хотя бы даже самому себе, я ненавижу Бога, кто-то бы из них сказал? Нет, никто из них никогда этого не говорил открыто, ни своему другу, ни самому себе, отсюда мы видим вообще идею в самой торе подсознательного, есть вещи, особенно есть чувства, в которых, может быть, мы даже сами себе не отдаем отчета, иногда это страх, иногда это чувство вины, иногда это чувство гнева, что ты на меня кричишь, что ты гневаешься? Я не гневлюсь, говорит человек, который даже не отдаёт себе отчета, что он в гневе, и потому он не может этого гнева победить, или человек боится, но ему настолько страшно, что он в своём страхе даже не может себе признаться, и потому он ведёт себя как трус, и если бы он признался сам себе, что я боюсь, то он бы стал героем, он бы смог совершить геройский поступок, но для этого ему нужно сначала сказать себе, я боюсь, я боюсь, да я буду вести себя так, как нужно себя вести, поборю страх. Разница между героем и трусом не в том, что герой не боится, а трус боится, на самом деле боятся и тот, и другой, но только герой, скорее всего, понимает, я боюсь, отдаёт себе отчёт, и он понимает, что я должен этот страх победить. Я, может, приведу пример. Это может быть подобно тому, что у нас есть льдышка, которую мы не хотим взять в руки, потому что нам неприятно, но от того, что мы не бьём её в руки, она остаётся, и она нам мешает. От того, что мы не признаём какой-то страх, который у нас где-то сидит, и который нам мешает, или какое-то чувство вины, которое разрушает нас изнутри, или от того, что мы не признаём какого-то гнева, эти чувства продолжают управлять нами так, что мы в их полном рабстве, даже не осознавая этого. Поэтому первое, что должен сделать человек для того, чтобы освободиться из этого рабства, которое приводит людей к наркомании, алкоголизму, и всем-всем-всем многим другим порокам. Если мы сейчас говорим, что такое ецер-гора, что такое суть дурного начала в человеке, это мы говорим об этих чувствах, которых человек зачастую не даёт себе отчёта. И как их победить? Для того, чтобы их победить, нужно сначала с ними познакомиться, познать себя. И не только познакомиться с ними своим разумом, а дать прочувствовать их. Как чувствуете вы себя, когда вы гневаетесь? Как чувствуете вы себя, когда вам страшно? Как чувствуете вы себя, когда вы ощущаете какое-то разрушительное чувство вины, которое совершенно иррационально? Со мной говорила одна женщина И говорила, что на протяжении 20 лет Ее обманывал муж Неважно в каких вопросах, во всех, в финансовых в том числе И что же вы Зачем вы пришли ко мне? Я чувствую себя виноватой Перед кем? Перед вашим сыном? Перед самой собой Нет, перед ним Перед ним Вы чувствуете себя виноватой перед ним? Он должен был чувствовать себя Виновным перед вами Но бывает чувство вины, которое совершенно Необъяснимо Так вот, когда возникают эти чувства То что нужно сделать? Нужно их прочувствовать и победить Например, представьте себе льдышка Вы берете ее в руку И сжимаете Что происходит? Она тает И фейдзи вей Точно так же наши страхи И наш гнев Если мы даем это себе почувствовать Прочувствовать Осознать Увидеть себя со стороны Он уходит Поэтому с чего начинается победа Над ненавистью Беспричинной ненавистью В том числе С того, что мы ее находим Внутри себя Итак Давайте на мгновение остановлюсь Когда мы спрашиваем о том Что такое беспричинная ненависть Мы зачастую Думаем, что беспричинная ненависть Когда евреи ненавидят друг друга А почему ненавидят друг друга На самом-то деле А почему ненавидят другого Из этого места Мы открываем для себя Что-то невероятно Огромно глубокое Огромное Почему на самом деле Человек кого-то ненавидит В чем причина Беспричинной ненавидеть Кого-то Зачем? Говорит нам здесь Раши Говорит нам Тора Они думают Что их ненавидит Бог И потому На самом деле В глубине души Они Ненавидят Себя Что значит ненавидеть себя? Это очень, между прочим Тонкий Деликатный вопрос Начинать навидеть себя Есть люди, которые недовольны собой Недовольны своим телом Недовольны своими способностями Недовольны обстоятельствами В которых они родились Своей жизнью И поэтому сливается Ненависть к небесам Ненависть к себе Ненависть К другим Я как-то разговаривал С одним мальчиком В школе В той самой И он говорит Да Отчим меня бьет Я говорю Правда? С каких пор? Ну, у меня было три года Он меня уже начал бить Но я этого заслужил Я этого заслужил Мне было три года И отчим меня избивал Но я этого заслуживал Как это называется? Синдром Жертвы Что это означает? Я заслуживаю этого к себе отношения Или Я не заслуживаю Уважительного отношения Я не заслуживаю любви Почему так? Как мы это называем? Отношение к себе Которое формируется В зависимости от того Как нам кажется Относится к нам небеса Или как нам носят наши родители Или как относятся к нам люди Но мы думаем Когда мы думаем Что люди к нам так относятся Проблема в том Что мы сами начинаем Так относиться К людям Поэтому это Catch 22 Получается Заплатый круг Я чувствую Что этот человек Меня ненавидит Я начинаю К этому соответствующим образом Относиться И я своего друга Могу переведут врага И таким образом Разрушить свою жизнь И его жизнь И разрушить храм И разрушить семью И разрушить организацию Вот чем проблема Например Только в качестве примера Как бы Интерпретации обстоятельств О том Что на самом деле Мы не жертвы обстоятельств А мы Всегда Имеем Полное право Принимать решение Делать выбор Например Скажем В течение многих лет Моя жена говорила мне Take garbage out Выкинь мусор Нормально Я признаюсь Думаю о чем-то другом Мусор забиваю Выкинуть Она мне напоминает Раз Напоминает два Иногда Она теряет терпение И напоминает мне Соответствующим образом И вот интересно В той книге В которой мы Которую я читал Вчера В смысле В шаббас То там Две картинки Нарисованы Одна картина Картинка Карикатура Женщина кричит На своего мужа Там Take out garbage А у него в голове She hates me Он обижен Он обижен Теперь На второй картинке Она говорит Возьми Гарбич Выкинь мусор А он смотрит Она говорит Она говорит Я хочу быть любимой Потому что для нее Я хочу быть любимой Она хочет Чтобы муж Уважал ее И в знак уважения К ней Помогал ей по дому И когда Она о чем-то Его просит И он этого не делает Она воспринимает Это как Его К ней Отношение Значит на самом деле Что она хочет Она не мусор хочет Она хочет Его отношения От того Что человек Слышит Что ему говорят Будет зависеть Его реакция Она ему сказала Выкинь мусор Он ей сказал Пошла Выкинь сама Произошел конфликт На ровной почве Без всякой причины Или Она ему сказала Выкинь мусор Он услышал Ооо Да она хочет Чтобы Я ее любил Да конечно любимая Я возьму И выну мусор И что еще Могу для тебя сделать И у них Укрепился шалом байт У них стала семья Еще дружнее Поэтому вопрос в том Что мы слышим Когда нам говорят А на самом деле Мы слышим то Что мы хотим услышать В этом проблема Но одновременно с этим В этом у нас есть с вами И надежда Так вот Друзья Что же делать И тут я В каком-то смысле В качестве заключения Как бы В направлении Как бы мы идем В заключение Я хочу привести Слова Перкеавод Как сказать Завещание отцов Поучение отцов В первой главе Говорится Ведан Эткольха Адам Что означает Что означает Кольга Адам Кто знает Дословно означает Кольга Адам Не означает Просто всех людей Там кажется Какая-то Грамматическая ошибка Но на самом-то деле Вы могли бы спросить А как можно вообще Судить Человека положительного Да он негодяй Да как этого негодяя Вообще Можно положительно судить А этот вообще Обманщик А этот понимает И так да Как вообще можно Судить положительно В этой ошибке Кажущейся ошибке Заключается Возможно секрет Там не говорится Коль Адам А там говорится Кольга Адам Что означает Коль Адам И суди Всего человека Положительно Что означает Всего человека Означает Всего человека Иногда скажем Дети Очень критически Настроены По отношению К своим родителям Он мне это сделал Он отнял У меня телефон А он тебя кормил А он тебя поил А он тебя воспитал А он пеленки тебе Менял А он тебе ночью Вставал Он отнял У тебя телефон Ты уже сразу Все остальное забыл Ты помни все Или бывает Что-то Один человеку Другому сказал Или муж жене Или жена мужа И так далее О Сразу это все Подожди секундочку Помните Что в пустыне Евреи сказали По отношению Ко всевышнему Раж Первое испытание Оп все Не может быть Нет 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 Подожди Постарайся Что бы ни было В этой ситуации Увидеть общую картину Всю картину Иногда мы говорим О этот человек Но предположим Этот человек Он недостаточно Соблюдает Знает А какие к ним Могут быть претензии В какой семье он родился Как он вырос Посмотрите на обстоятельства В его жизни О этот человек Он невоспитанный Ну так А может быть Не надо его судить А его надо пожалеть В каких обстоятельствах Он родился Кто его воспитывал То есть посмотрите На всю картину В целом И если мы смотрим На всю картину В целом То во-первых Мы можем его оправдать А во-вторых Если мы будем смотреть На всю картину То мы найдем в нем Не только недостатки Но и достоинства И мы тогда Сфокусируем Свое внимание На этих достоинствах И что тогда Произойдет И тут я вам хочу Сказать слова Великого основателя Яшивы Хайм Берлин Одного из величайших Мудрецов Рыбыцека Гутнера Который в своей книге Паха де Ицек Говорит потрясающую мысль Я вам хочу сказать Отталкиваясь От этой мысли Я прежде всего хочу Хочу вам сказать Что он сказал Одному моему другу Который Стоял рядом С этим великим Равином В Яшиве Он был учеником Молодым в школе В Яшиве И там подошел Кто-то И начал кричать На Рыбыцека Гутнера И говорит Посмотри Что у тебя В Яшиве творится И этот недостаток И этот недостаток И этот недостаток И он в гневе Отошел А Рош Яшива Рыбыцек Гутнер Который учился В легендарной Яшиве Слободке Повернулся К своему ученику И сказал ему Ты думаешь Он Говорит О Яшиве И описывает Яшиву С ее проблемами Кто продолжит Что он сказал Он рассказывает О своих проблемах Если вы хотите Узнать человека Или дейтинг Или бизнес партнер Вам не обязательно Задавать ему Много вопросов Лучше всего Можете просто Посидеть И послушать Что он говорит Один будет говорить Вы знаете Все люди обманщики Все люди плохие Доверять нельзя Никому Вот у меня Скажем Замечательный человек Работал Мы работали вместе Такой есть По-моему Юрий Лучин Я не знаю Знать любого такого человека Он На радио Дэвидсон По-моему Вел или ведет Спортивную программу И вот он мне говорит Он говорит Вы знаете Спортивную газету Веду с одним человеком И этот человек Он мой партнер Я не понимаю Почему он мне говорит Я не доверяю Никаким русским бизнесменам Русским партнерам Они все Воруют Они все воры Потом он приходит Он мне говорит Вы знаете Я ошеломлен Я просто потрясен Он из нашего общего аккаунта Украл 20 тысяч долларов И оставил мне только 3 рубля 3 доллара Как он мог это сделать? Он же говорил Что все русские бизнесмены воры Я говорю Юра Он говорил не о русских бизнесменах Он говорил о себе А вам надо было это услышать Это говорил Робица Гутнер Но отсюда мы подходим К одной из самых величайших идей В Торе Одной и самой главной Которую сказал Робица Гутнер Если вы делаете выбор И даже в тяжелом Непростом человеке Ученике Друге Или даже Любимом Члене семьи Родственники Самое трудное Чем ближе тем труднее Если вы В нем Вместо того Чтобы видите достатки Выбираете Видите достоинство То говорит Робица Гутнер Ведь Мир Это зеркало В котором на самом деле Человек видит самого себя И мы могли бы сказать А как нам исправить себя А как нам искоренить ненависть К себе К Богу К людям Что я должен с собой делать Я должен себе что-то говорить Как я могу это исправить Все очень просто Проще чем ты думаешь Научись Видеть в других достоинства И ты откроешь Эти самые достоинства В себе Научись видеть других достоинства Потому что для того Чтобы увидеть эти достоинства Ты должен Перевернуть что-то внутри себя Потому нет Более могущественного Инструмента Работы человека Над самим собой Как Его Способность Судить других Положительно Или отрицательно И если он судит других Отрицательно То это Висшес циркл То он Этим опускает Еще и еще больше себя Если же человек Да Знает Что недостатки есть Он не дурак Мак Мы уже договорились Но несмотря ни на что Он все-таки делает Канчис Выбор Он понимает Что его глаз Это не только камера И не столько камера Мы Воспринимаем глаз камерой В то время как Рав Волбе Знаменитый Рав Волбе В своей книге Алэй Шор писал Смотрите на глаз Как на Magic Eye Это волшебный глаз Который на самом деле Является Прожектором Потому что Вы видите То что внутри вас Человеку Очень трудно Исправить себя Мы слишком близки К себе Мы слишком боимся Даже заглянуть в себя Но если человек Делает выбор И учится Видеть в других Положительное И не осуждать их Оправдывать их То он исполняет При этом Самую главную Заповедь Торы Которая звучит так Возлюби ближнего Как Самого себя Обязанность Любить себя Прямо отсюда Говорят мудрецы А как это сделать Мудрецы Талмуды Отвечают Хабай Дан Это Адам Лекав Схуд Именно эти слова Которые мы с вами учим Когда человек Судит другого Положительно Не осуждая его Оправдывая его Этим он Оправдывает себя Этим на самом деле Он исправляет себя Этим он Исполняет заповедь Любви К ближнему Любви к себе Потому что на самом деле Нет ничего более Важного Человеку И трудного Для человека Чем научиться Любить Себя Потому что Тот кто не умеет Любить себя Друзья Это то что я сейчас говорю Может быть нельзя записывать Но мне кажется Что беспричинная ненависть Она начинается С беспричинной ненависти К себе И распространяется На беспричинную И неосознанную Ненависть К судьбе Обстоятельствам А что это такое И потом распространяется На людей Как же это победить Прежде всего Научиться Любить себя А как это делать Научиться Любить людей Видеть в них положительное Смотреть на них С любовью И потому я хочу Закончить Словами Очень важными словами К одному Рэбби Настоящая история К одному Рэбби Подошло Два ученика И говорят ему Рэбби Научи нас Бояться Бога Он говорит Бояться Бога Я не смогу Вас научить Но если хотите Я научу вас Любить Бога Как это сделать Научи нас Мы хотим Этого еще больше Говорит Рэбби Любите людей Любовь к Богу Придет Весь наш с вами Сегодняшний разговор Он был посвящен Тому Что человек Который Любит людей Становится Положительным Человеком Он Учится Любить Бога И он Потому Начинает Понимать Что Бог Любит Его И что он Любим Перед Богом И тогда Может быть Вы поймете Что когда мы Отмечаем Радостное событие Свадьбы Шевабрахот То в момент Шевабрахот Мы говорим Благословение Молодоженам И называемых Рэим Хаагувим Люди Агувим Любящие Нет Любимые Почему мы Говорим Любимые Да потому Что тот Кто не Ощущает Себя Любимым Любимым Родителями Любимым Друзьями И самое Главное Всегда Независимо Ни от чего Любимым Богом Этот Человек Не умеет Любить Других Потому Для того Чтобы Любить Других Нужно Ощутить Себя Любимым Все Что я Сейчас Сказал Был Один Урок Второй Урок Будет Буквально Одно Предложение Хочу сказать Его от имени Любовического Ребя Слова Которые Я прочитал Комментарии К этим Словам Раши Он Извлек Потрясающий Урок Ведь Сказано Как Евреи Сказали Бог Бог Ненавидит Нас Равольба Которым Я бы говорил Он писал В чем Была Их Претензия Мы Бога Любим Мы Синагогу Ходим Богу Молимся Тфилин Одеваем Шаббат Соблюдаем Почему Он так К нам Относится По сути Вы Бога Любите Ты Говорит Любович Скоро Посмотрите Что здесь Сказано Они Не осознавали Что они ненавидят Бога Они думали Что они Бога любят А он Несправедливо К ним Относится С ненавистью И потому Жаловались И сказали Это из-за ненависти Бога К нам Он привел Нас На уничтожение В эту пустыню Альбайш Скоробе Говорит Несмотря На то Что они Ненавидели Его На самом деле Бог Любил Их Урок Для нас Мы Должны Учиться Бога Даже Если нам Иногда Кажется Что Бог Ненавидит Нас У нас Могут Быть Такие Ситуации У людей Болеют Дети У людей Болеют Родители Люди Теряют Работу В мире Был Холокост Были Погромы Были Инквизиции И было Всего Много 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 Страшного Но Что бы Не было Страшно У Еврея Нельзя Отнять Веры В любящего Бога И потому Перед Шмайцерей Мы говорим Габухер Бамог Исраэль Бэ Агава Всевышний Избирает Свой народ С любовью Как относится Всевышний К нам С любовью Даже Даже если Иногда Мы не Понимаем Почему Он Нам Это Дает Почему Он Дает Нам Это Тяжелое Испытание За Ненависть И к нам Эту Мысль Можно Почувствовать Ее Можно Поймать Мы Имеем На нее Право Она Описана В Торе Но Наш Выбор Что Мы С ней Делаем И говорит Тубайческий Рэб Потому Что Бы Не Было Человек Должен Помнить На самом То Деле Как бы Мне Не Казалось На самом Деле Всевышний Меня Любит И даже Если Я Согрешил И даже Если Я Упал И если Я даже В самом Низу Если Я Даже Думаю Что Никогда Не Поднимусь Упал Я Физически Упал Я Материально Упал Я Духовно Человек Никогда Не Должен Думать Что Он Без Надежды Без Веры Потому Что Всевышний Все Равно Его Любит И Может Его Поднять И Потому У Евреев Есть Неистребимый Оптимизм В Любой Ситуации Мы Помним Что Бог С Нами И Он Нас Любит Это Самое Главное Что Мы Хотим Передать Своим Детям Если Есть Что Одно Важное Ценное Главное Что Мы Хотим Передать Своим Детям Мы Хотим Передать Еврейского Любящего Бога И Этому Богу Мы Учим Своих Детей Это Бог Авраама Ицхака Иякова И Может Еще Один Шаг Вперед Бывают Ситуации В Которых К Нам Кажется Что Кто То Нас Ненавидит И Мы Можем Думать Что Нас Ненавидит Этот Человек Потому Что Он Плохой И Мы Не Позволяем Даже Себе Заглянуть В свое Сердце И Задуматься Что Может Вся Причина Почему Мне Мерещится Что Этот Человек Ненавидит Меня Это Потому Что На самом То Деле В Сердцах Возможно Даже Не Давай Себе В этом Отчета Это Я Ненавижу Его И Потому Если Я Приму Решение Осознав Это И Переверну В Сердце Своем Беспричинную Ненависть Беспричинную Любовь Это Может Быть Не С помощью Небес Удастся Перевернуть Врага Своего Лучшего И Любящего Друга Всем Хорошего Итак Благословение Всем Друзьям Что В наших Семьях В нашей Жизни Было Много Любви Было Много Радостей Чтобы Мы Эту Любовь И Радость Передавали Нашим Детям Нашим Друзьям И Нашим Близким Всем Хорошего